МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы увидим не сухое изображение с известной гравюрой, а живого Скорина, романтика. И человека, который, преодолевая трудности, шел к своей мечте. Наш репортаж с репетицией. Скорына, считают создатели спектакля, был уникальным человеком. И они хотят рассказать современным театральным языком, что у исторической личности была интересная жизнь и большая цель. Он шел к ней по правилам, нигде там не превышая скорость на каждом перекрестке, обдумывая свой дальнейший ход с каждым переключением передачи, если сравнивать. В спектакле будет много интересных творческих моментов, знаков для зрителя. Я видел. Видел его знаки. Какие знаки? Ангел на репетиции «Пока без крыльев» пройдет через все действо. На сцене будут шары для боулинга и даже возгорится пламя. Молодого Скорину примут в тайное масонское братство. И в этой сцене принимает участие самая настоящая змея. Восьмилетний тигровый питон-альбинос. Зовут змею Зина, и она теперь актриса. Зина прекрасно себя чувствует. Тут тепло, ей больше не надо. Сытая. Любимая девушка, а потом и жена главного героя, выходит на сцену в пуантах. Она, как и он, была мечтательницей, и она готова была в это верить. Это ее увлекало, и поэтому она поверила в Скорине, и поверила в его мечту. Зрители увидят на сцене и гравюры из книг Франциска Скорины, которым уже почти полтысячелетия. И уже в этот раз, надеются создатели спектакля, за первой белорусской библией и «Человеком в берете» можно будет рассмотреть живую историю, которую чему-то научит и нас. Я думаю, что Скорина всегда актуален, Скорина важен, и про него, я думаю, будет ставиться еще не один спектакль, не только в Белоруссии, но и в других странах и так далее. Но сначала мы увидим наш, Могилевский, 11 ноября. Да, мы горды, что мы первые. Продолжение следует...